Говорят, что только под Новый год совершаются чудеса, но это совсем не так. В этом брещане убедились, побывав на чудесном празднике от компании «Савушкин продукт» под волшебным названием «Облака свежего молока», который прошел на улице Ленинградской в парке Мира. Такого скопления народа этот зеленый уголок не видел. Кажется, весь район, и не только район, все брещане пришли на торжество молочных вкусностей. Ведь именно здесь, буквально в нескольких метрах от производственного холдинга затекли молочные реки среди уютных йогуртово-сметанных берегов. У молочных часов состоялось открытие, а в открытии, как и полагается, сказочному действу приняли участие те, кто организовал его, те, кто в сказку воплотил в реальность. Идея родилась одномоментно, и Александр Васильевич, Александр Михайлович, они поддержали замечательную идею, поэтому я хочу повториться, хочу, чтобы это стало традицией. Почему традиция? Потому что данное мероприятие, оно не только пропагандирует нашу белорусскую, брестскую, региональную продукцию, но оно пропагандирует здоровый образ жизни, здоровое питание. Поэтому это замечательно, что мероприятие безалкогольное, замечательно, что много молодежи, замечательно, что беспрецедентно много людей, несмотря на капризы погоды. Но вы видите, мы делаем настолько благое дело, что солнышко, солнышко, поэтому я очень рад, что в рамках Дня города происходит такое замечательное, хорошее мероприятие. Полезное, красивое, эффектное, но и то, что в этом парке никогда не было массовых мероприятий, он был немножечко, чуточку заброшен. Понимаете, где-то было... Красивый вам. Да, такой красивый. По сути дела, это мероприятие дало этому месту, этому микрорайону новое дыхание. Это еще одна заслуга нашего уважаемого Савушкина продукта. Все это сделано благодаря нашим специалистам. Поверьте, что они у меня просто молодцы. Креактивщики вообще равных нету. Я однозначно говорю, что я люблю свое предприятие, я люблю свой коллектив, я люблю брещан. И для этого мы все сделали для того, чтобы вам сегодня понравилось. И нисколько не сомневаюсь, и уверен в этом, что это станет традицией, доброй традицией. Пять, четыре, три, два, один, ура! Не применули три Александра, как верно подметили все собравшиеся, оставить свои пожелания и участникам, и непосредственным исполнителям фестиваля «Облака свежего молока». Надо отдать должное мэру и команде, что город начал каждый год, появляется что-то новое, какая-то новая изюминка, какая-то новая идея. Могу сказать дополнительно, что вот сам микрорайон тоже начал, условно говоря, преображаться. Я не зря сказал, что я брещанин, вырос на востоке. Я очень хорошо помню, когда в этих, скажем так, местах и карасиков ловили, и бегали по полю. Поэтому это была первая ситуация. Вторая ситуация, когда Савушкин продукт затеял строительство нового корпуса, и появился этот замечательный холодильник, перевели в порядок аллею, и город тоже сказал, а мы в свою очередь сделаем сквер. И сквер тот, который по-настоящему, он заиграл, и сейчас мы видим, каким замечательным местом притяжения это может быть. Что только не увидели на празднике участники, и старый млад нашли развлечение по душе. Разнообразные игровые площадки. Дети лепили, рисовали, вырезали, штамповали и разукрашивали пряники глазурью. Чем ты тут занимаешься? Лепом. Лепом? Да. И что ты там лепишь? Корову. Какую? Из глины. Из глины. А эта коробка будет давать молочко? Да. Какое? Сладкое. Взрослые с удовольствием лакомились изысками от Савушкина. Сырами, молочком, сметанкой. Ведь продукция от брестских молочных производителей действительно хороша, а главное, она натуральна. В этом убедились воочию, поскольку на тематических площадках можно было увидеть и услышать, как производится все Савушкино изобилие. Очень вкусное молоко наше брестское. Шести процентов? Шести процентов, вообще все, почувствовалась разница. Никогда не думала, что это правда, думала всегда обман, почему-то. Но когда сравнила, сейчас поняла, что самая лучшая это брестская продукция. Этот фестиваль донимал этому подтверждение, поскольку он больше открытости, учитывая, что любой сегодня желающий может попасть на производство, это уже одно из самых важных доказательств. И увидеть, как перерабатывается молоко. То есть мы ничего не скрываем, все рассказываем. Кроме того, мы всегда своим потребителям говорим, весь состав на упаковке. И сегодня даже, чтобы развеять какие-то мифы о том, что в продуктах что-то содержится, там крахмал или что-то, еще девочки проводили в традиционных продуктах опыты, где на самом деле потребители могли убедиться в натуральности продукции. Тематические площадки под говорящими названиями, молочная ферма и молочное кафе, мастерские в облаке так и зазывали желающих испробовать полакомиться, поучаствовать в конкурсах и викторинах и даже в Родео. Если кто-то и устал, великолепная сельская лужайка ожидала на время отдыха. Впечатление супер, вообще все чудесно, все организовано, все красиво. Есть где развернуться, правда? Да, да, да. Скажите, вот этот парк, наверное, впервые так задействован? Да, это впервые, и это очень хорошо, очень приятно. Организация, класс, весело, живо так все, как говорится, как свежее молоко. А маме что понравилось? Ну, все понравилось. Детей очень много развлечений. Мы, правда, еще маленькие, но все равно очень интересно. Всякие мастер-классы и дегустации. Супер. Очень хорошо организованный и хорошее такое настроение, позитивное. Бреща нам очень нравится. И дегустация, и программа, и детишки задействованы. Очень здорово. Спасибо городу за такой праздник. Я увидела, что тут лепят, рисуют, раскрашивают всякие фигурки, вырезают. Классно? Угу. А для уже юной леди что понравилось? Ну, тут очень крутые, как бы сказать, концерты. То есть, просто классный диджей, и мне очень нравится музыка. Мне еще понравилось. Ну, мы, правда, только зашли, но уже все посмотрели. Тут и есть и детское развлечение для детей, и мастер-классы показывают, и музыка хорошая. Очень весело. А папе что понравилось? Все. Получился на все 100%, погода благоприятствует, все прекрасно. Нужен этот фестиваль? Конечно, нужен. Для города, для страны. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.